...времени, это время, понимаете, на нас уже сваливается значительно больший объем информации в российский восходящий год, который свалился на человека, как мы знаем, он в 50-100 лет назад, точно. Риснулся человеческий мозг достаточно аналогично. Мы адаптируемся к этому подобному информации, и наше мышление становится так называемым клиповым. Есть такое вражение клиповое создание, клиповое мышление. На самом деле, клиповому мышлению, например, обучают спецслужбы, когда они захватывают самолёстки, родители и так далее, то есть на уровне просто сопоставления фактов, попасть в одной руке, надо принять первое решение за 2 секунды за секунду, то есть когда время — это самый дефицитный ресурс, когда на уровне клипов надо принимать решение. Мы сейчас этим занимаемся, я имею в виду люди, да, вот мы с вами, а уж дети — это наши дефозии, да, это клиповое мышление, клиповое сознание. Поэтому человек адаптируется к внешней среде, а образование уже адаптируется к человеку в этом смысле. В этом смысле это так, да. Вчера с утра форум начался с чего, помните, если кто был, да, а кто были дети, и обсуждали вопрос шестиклассники, там, пятиклассники, обсуждали вопрос, как они работают с информацией. И было понятно, да, после этой небольшой такой сессии, с тем, что важность образования в школе для них, да, все-таки, ну, является именно в том учителя. Это в том научить его, как работать с информацией, как проверять эту информацию, как к ней адаптироваться, как ее использовать, и дальше, то есть, ну, то есть вот эти вопросы, как работать со знанием, а не то, чтобы просто еще и еще нагрузить какие-то дополнительные. Понятно, что, да, эти точки информации очень огромное количество. Как в этом мире ориентироваться? Это, наверное, функционал учителя. Без него он не справится, вряд ли, да, даже используя какие-то электронные инструменты. Это с одной стороны. С другой стороны, то, что говорит Рома, что, наверное, да, возможно, это будет везде уже, когда что-то можно читать, будут тосты с телефона, и тогда, наверное, действительно, придумать самому тост будет являться и литарным, да, и, 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 вот так, да, и, соответственно, и общество стратифицируется. Да, да. То есть вопрос, если вы можете учить креативность, учить тому, как придумывать, как использовать свой наработанный опыт и ту информацию, который ты уже получил, формат чего-то нового. Это как раз тоже. То есть, опять же, предпринимаясь на навыки, то тоже буду где-то в таком формате участвовать. Ну и еще вот такой инструмент. И, соответственно, мы сейчас, опять же, в рамках на самом деле, есть одно направление большое, называется нейронет. И вот внутри него есть несколько вещей, связанных с тем, каким образом будет будущее образование в связи с тем, что можно будет, ну, как пример, закачивать какой-то блок информации просто в голову, как в одну флешку, условно. Естественно, не таким способом, но каким-то более приятным инструментом. Все равно это будет происходить. И получается, что просто получать знания, вот в таком просто информация, которая засовывается в голову через книжки и все остальное, она уже не нужна в таком формате. Она выпустит быстрее. Да, мы на это не будем тратить время. Но вопрос, как мы будем это использовать, применять, и как это от этого вызвать наши навыки в дальнейшем, вот в этом, наверное, будет основная сложность, и это нужно включить, потому что, ну, пока не знаю. Вот, ребята, с фокусом, что можно сделать сейчас? Да-да, вот я сейчас хочу. Что можно сделать прямо сейчас? Ну, первое, что ему не кажется, ты лишний день здесь есть, а лишний день. Ну, ребята, на безобразии сейчас происходит. Умные мужики сидят на сцене, что-то расплуждают. Где интерактивность, о котором мы тебе говорим? Где включение зала? Где диалог? Опять же, мы тут что-то расплуждаем на каком-то там оборудовании. Первое, что ему не сделать сейчас – это микрофон зала. Потому что мы можем говорить, а мы шли не все, просто начнется какой-то диалог, о чем интереснее говорить. Вот я там свой микрофон, готов там доедать. В зале тоже есть микрофоны, по-моему, девушки. Давайте вот, да, микрофоны два, три, все необходимы. Спасибо. Пожалуйста, еще раз. Есть вопрос, отца, это он, вернее, с руками. У меня, наверное, скорее всего не вопрос. Вот некоторые замечания к тому, что вы говорили. Вы, кстати, рассуждали по поводу того, что дети читали тосты с телефона. Ну, наверное, они читали эти тосты потому, что они не обладали теми эмоциями, теми знаниями жизненными, которые они хотели бы передать, ну, чувства или переживания, и ценности, наверное, скорее, тем, которые имеет, допустим, каждый человек. И они не обладали этими знаниями, этих ценностей. Наверное, вот не то, что информация, которую они получают от того, что такое пожелать здоровья, счастья, удачи, если ты не знаешь значения этих слов и не обладаешь их, скажем так, эмоциональными переживаниями. Поэтому, наверное, скорее всего, мы не только должны информацию вкладывать в души, узнавать ее, наверное, и учить детей все переживать, получать знания определенных, эмоциональный фон, создавать для них. Спасибо. Смотрите, коллеги, прежде чем кто-то еще, наверное, ответит, да, но не вопрос замечаний, я сразу скажу, что мы, в принципе, против того, чтобы дети читали тосты. Как-то начнем с этого. С точки зрения обучения, еще раз говорю, вот, смотри, это моя позиция, да, поскольку мы экспортируем интеллектуальные функции, задачей обучения человека является не столько задача дать человеку запомнить, сколько научить его синтезу. Вот синтез – это, наверное, основная, вот, уметь синтезировать, да, это, наверное, основная задача, он взаимодействует. Но, понимаете и господа, я сам математика, то есть маленький не грамотный, я математик. Я, как раз, занимаюсь техническими играми с нейронными сетями, в которых мы все говорили тогда. А когда мы нашему, на самом деле, чем не отличается от того, как мы учимся в интеллекту, и все, за чего, на самом деле, мы ходим в школу полностью, не для того, чтобы получить конкретные знания и навыки. Можно, конечно, но это решается. Что плохо решается, то вот часть, чему меня научили в обеих учебных заведениях, на которых я учился, это тому, как мыслить. То есть, основная задача у университета – это поставить стиль мышления, создать те связи, вот, в наших нейронных сетях, которые в голове у нас сидят, которые позволят нам решать любые задачи, которые предназначены составить жизнь. Мы не знаем заранее какие-то задачи, мы не знаем, о чем мы будем, мы не знаем, какой из клубов ты знаний или не знаний, или вообще чего-нибудь. И задача университета – не дать нам какой-то конкретный набор, не знаю, навыков и умений забивать гвозди, или решать квадратное наравнение, или еще что-то так далее. В общем, мы можем учиться где-то по книжке. А лучше поставить наши мозги так, чтобы мы могли пойти и посмотреть книжку, научиться забивать гвозди. Или посмотреть другую книжку или YouTube, научиться решать квадратное наравнение, применять этот клет там еще. И это вот то, что мы видим, вот то, что говорил Билли. Почему, собственно, плохие университеты умирают? Потому что плохие университеты как раз именно учат забивать гвозди или считать квадратное. Они не учат думать. И именно поэтому им не остается место. Потому что мир меняется настолько быстро, что работодателю сегодня не нужно то, что учил мне университет вчера, если он не учил меня думать. И, собственно, университет Нового типа это университет, который выучит думать, а не забивать гвозди. И для всего остального есть уже какие-то там курсы, эдексы, курсы за образование, как мы говорили о лог-лёргингах. Это, собственно, для этого существует, чтобы давать нам тот момент, который нужно, то знание, которое нам нужно сейчас, сегодня здесь. А университет это для того, чтобы мазать оставить. Спасибо. Спасибо, коллеги. Воспользуюсь тем, что я как раз получил второй микрофон. Это Романа. Спасибо. Меня зовут Айду. Я основатель крупнейшей в СНГ образовательной платформы Lingualeo. И в 2014 году принял решение, что надо заняться образовательной платформой мультитематической. Она называется LOW-90. И слоган ее это курсы для человека. Вот три предыдущих оратора было произнесено, что это процентности, про сопереживание, про умение синтезировать от романа. И, значит, про умение думать, а не инструментально как бы. То есть, ну, обучать не инструментальным навыкам, а тому, как ориентироваться в мире, да? То есть, и я полностью поддерживаю всех трех, и при этом хочу предложить посмотреть на вопрос, который стоит перед образованием, ну, как функцией в целом, или институтом, или школой, или образовательной платформой, которой я в том числе занимаюсь. Я думаю, что важный вопрос, на который нужно давать человеку ответ, от которого зависит все остальное, такой самый высокоуровневый, наверное, это вопрос картины мира. Потому что есть, вот, например, наш коллега Алексей Кролл, он такую цепочку описал, что есть картина мира, дальше в нее идут ценности, из этой картины мира вытекающие. Ну, то есть, каким видит человек мир? Что это вот такое, да? Какие в нем возможности и правила? Законы какие? То есть, физические там, в обществе и так далее. Значит, из этих ценностей вытекают его какие-то, ну, цели в жизни, там, мечты он себе строит. И, таким образом, получается, что картина мира – это то, что влияет максимально на то, как человек себя реализует. Если у него какая-то неадекватная картина мира, мы с вами получаем неадекватного человека. А хотелось бы, чтобы человек состоялся, был, значит, здоров, профессионально, культурно, в обществе, там, в общении с близкими, там, и прочее-прочее, в разных сферах. И вот я хочу предложить вам прокомментировать, как бы, или, ну, со своей стороны, сказать, что вы считаете главной функцией образования, согласными с тем, что это картина мира, и если да, то тогда как, ну, как должен университет давать непротивлечиво, адекватно перспективную картину мира, которую уже формирует будущее конкретно одного человека, там, организации, школы, университеты, какой-то группы людей, страны, мира, и куда, как бы, это все приводит. Как бы, вот такой вопрос. Я позволь Секуренко ответить, что, на мой взгляд, задача, кстати, не создать картину мира, готовую, а научить человека ее формулировать. То есть это не законченное, вот, как у Айвазовского, да, вот, мы нарисовали все, у нас осталось стать, а некий механизм создавать эту картину, потому что это вот вопрос о том, что мы учимся всю жизнь. И эта картина, она меняется, мир меняется, картина меняется, оно все меняется. Да-да-да, то я поддержу, потому что это вот изобретатели, предприниматели, это люди творческие, они, собственно, ну, могут придумывать новые решения, концепции, эту картину мира расширять, для других в том числе. Я про то, что дает ли сегодняшний университет как бы инструменты познания этой, ну, картины мира, и задает ли там разные вопросы в этой области? Я вас хочу поддержать предыдущего, но я тоже считаю, что важно формирование картины мира, то есть люди с нами должны формироваться картины мира. Но есть определенные граничные условия, я вот, знаете, кто про что, а в Шиву про Банду. Да, я буду снова говорить про Вузов определенные. Вот у тех разных совершенно картин мира, которые могут быть, есть граничные условия, это потай будет Бог. Вот, очень важно, с моей точки зрения, чтобы мы начали формировать созидатели, не чисто потребители, а созидатели, которые что-то создают. Вот. Картины мира могут быть разные, как там создавать, но вот эта вот функция, с моей точки зрения, она является одной из самых главных. И когда мы дальше начинаем говорить про разные типы мышлений, которые надо формировать, это на самом деле проект, с помощью чего это все будет как бы делать. И про переживание, которое я сейчас буду говорить, вот, поднимали вопрос, это тоже туда же. Мы не осваивали эти типы мышлений, которые связаны с переживанием. Право полушарных технологий очень мало. Про синтез так же правильно говорилось. Если проанализировать что у нас в институте, 80% это аналитика. Мы там на группе что-то раскладываем, на какие-то свойства, а синтезом почти никто не занимается. Только режиссеры три раза. Там что-то там синтезируют или как-то так далее. Очень мало институтов синтеза. С моей точки зрения, можно поспорить. Вот, значит. Но это все, без этого картины мира не сформируешь. Я скажу, у тебя ни синтеза нет, ни разных типов мышлений нет, ни еще чего-то в этой области. И поэтому мы начинаем про это говорить как инструментарий вот этой задачи, в принципе, о которой вы как бы говорили. Очень важно. Но граничные условия тоже надо как бы видеть. Они есть. И это не так, что что угодно сформировать. Есть вызов эпохи. Вы знаете, ребята, какой номер один самый популярный и самый много заканчиваемый курс на Эдмикс и курсе. Это как стать счастливым человеком. How to become a happy person. Что, в принципе, очень радует. Я думаю, что эту тему можно обсуждать вечно. Я бы предложил закончить нашу сетью так. Если у нас есть действующий студент в зале, поднимите руку, пожалуйста. Соответственно, кто чувствуется без силы сказать вдохновляющую речь перед подсказкой с телефона? Поднимайте руку. Дайте мне микрофон, девочки. И это будет завершающее выступление. Так что надо будет... Да, в желтое. Это будет завершающее выступление. И я предлагаю закончить встречу. Спасибо большое всем участникам. Здравствуйте. Меня зовут Байла. Я студентка высшей школы экономики. И я учусь в студии образования. Так что я собираюсь что-то делать в нашем образовании. Наверное, с нашими университетами. И поэтому я верю и надеюсь, что те люди, которые сейчас поступают в высшую школу экономики, университеты и Миссис. И вообще действительно поступают в университет, понимая, с чего они хотят. И, на удивление, становится больше, как мы используем темы. Они будут делать новые университеты. И, возможно, тот образ будущего, который мы здесь издаем, он станет чуть-чуть ближе благодаря нам. Давайте верить в этом темно немножечко. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.